Есть ли смысл в том, чтобы искать что-то за пределами человеческой логики? Есть ли смысл в том, чтобы отправиться в путешествие в поисках неизвестного? В этот раз я отправляюсь в место, которое стало уникальным благодаря людям, имеющим как страсть, так и одержимость тем, что они делают. По дороге обнаружил свою деревню. Друзья, из Москвы вы езжаете через Одинцово, дальше едете в сторону Калуги, и уже буквально остается километров, я так прикинул, 30-40. У меня отрубился интернет, но маленький там указатель был. Значит, вы уже едете лесом, разбитыми дорогами, и вот до первого обозначения. Выглядит, собственно говоря, оно вот так. Отсюда ехать прямо около 4 километров. Нам дали карту с объектами. Наш домик будет доступен с 4 вечера. То есть здесь интересно, что в большинстве отелей заезды в 2, а здесь в 4. Следующий очень важный момент. Следующий очень важный момент. Поесть здесь можно с 8.30 до 8.30 вечера здесь в кафе. То есть позже уже нельзя. Арт-парки – отличное место для того, чтобы почувствовать себя художником. Даже если вы никогда не держали в руках кисть. Современные конструкции и инсталляции так и вызывают желание взять холст с красками и начать творить что-то не менее прекрасное. Впрочем, именно такая атмосфера и должна царить в арт-парках. Не случайно ведь они называются именно так. Чтобы увидеть самый большой арт-парк Европы, не надо ехать куда-то за границу. Достаточно всего лишь поехать в Калужскую область. Никола Ленивец насчитывает 650 гектаров земли. Над его созданием работали как известные мировые художники и архитекторы, так и местные жители. Быть может, именно поэтому парк имеет некую домашнюю и уютную атмосферу. Если вы хотите рассмотреть все объекты, то приезжать сюда лучше на несколько дней. Провести ночь можно в номерах, напоминающих стандартные гостиницы, а также и в авторских постройках для проживания. Каждая из мини-гостиниц или домов имеет свою фишку. Так, например, в 2018 году появилась вилла ПО-2, созданная художником и архитектором Александром Бродским, и сочетающая в себе как арт-объект, так и одновременно место для проживания. Вот тоже арт-объект. Видите? Посредь леса стоит. Если у вас есть возможность, берите с собой велосипеды, потому что территория большая. Здесь, кстати, сдают в прокат велосипеды. Еще очередные арт-объекты и вид просто потрясающий. На реку, поля, на лес. Очень красиво. Я на 100% могу вам сказать, если вы собираетесь сюда приехать, что одного дня вам не хватит. Особенно, если вы хотите сделать фото какие-то, если вы хотите сделать видео. Потому что территория... Ребят, мне даже сложно назвать это парком. То есть, это лес, поля. И здесь вот вы в поле идете, и у вас арт-объект. Дальше вы поехали. Здесь дорожки, дорожки эти... На них можно ездить на машинах. Где-то нельзя проехать. То пойти ножками. Редактор субтитров А.Семкин В этом сооружении еще есть и лестница. И можно подняться наверх. Главное, не улететь еще отсюда, чтобы живым вернуться. Ребята, я забрался под самую крышу этого сооружения. Честно, впечатление. Реально нереально. Ну, это как бы башня, сооруженная из веток. Полностью веток, скрепленных между собой различными винтами. Кстати, еще такой немаловажный момент. Ребята, обязательно учтите это. Вот я даже хотел сейчас зайти в интернет и посмотреть, а какой же высоты эта башенка. А я не могу этого сделать, потому что интернета у меня нет. Интернета у меня нет. Здесь интернет ловит возле зданий, где проведен он. А вот именно здесь, в поле, тю-тю. Обязательно берите с собой спрей от комаров. Это просто обязательно. Вечером открываешь дверь автомобиля, и тебе сразу же в машину залетает штук 30 комаров. Давайте я покажу вам свой дом, где я остаюсь. В этом домике как бы несколько номеров. Вот мой один из них на втором. Выглядит все это вот так. У меня там с балконом наверху. Костя, привет. Вчера было жарко. Я приехал, и мы тут все бегали в шортиках. По погоде, по прогнозу, показывает, что сегодня должно быть 20 градусов, и светит солнце. Но утром я встал. Было в районе 10. А сейчас, вот видите, как я одет. И пасмурно. Был дождь. Был дождь. Кое-где лужи, грязь. И дует сильный ветер. То есть вокруг поля дует сильный ветер, и прям чувствуется серьезно, пробирает. Практически сразу, как вы въезжаете на территорию арт-парка, вас встретят вот такое сооружение. Называется это Белые ворота. И, ребята, тут вы сразу поймете, что вы на правильном месте. Как вы уже поняли, форматы проживания здесь абсолютно разные. И названия у домов разные. Клевер, дубль-дом, скейт-дом-штаб, дом на колесах Кибитко, хостел-арт-казарма и многие другие. Большинство приезжих гуляют по парку самостоятельно, но здесь также можно заказать и экскурсию, на которой вам расскажут об истории создания арт-объектов. Покатайтесь на лошади или велосипеды, посетите пасеку, попробуйте местный мед, фермерские продукты, понаблюдайте за природой и просто насладитесь тишиной и свежим воздухом на закате. Никола Ленивец также является знаковым местом, где проходят крутые арт-фестивали. Так, например, ежегодно здесь проводится фестиваль архстояния, на который отовсюду съезжаются художники и архитекторы. Здесь проводятся лекции об искусстве, возводятся объекты, напоминающие что-то мистическое. Некоторые вызывают удивление и даже страх. Но равнодушным вы точно здесь не останетесь. Нельзя просто так взять и пройти мимо, не сделав фотографию для инстаграма. Мимо искусства, на фестивале вас ждет музыкальная, театральная и экскурсионная программа. Это место на 100% достойно внимания, а поездка определенно пройдет с пользой. Обязательно заходите ко мне в инстаграм, чтобы посмотреть фотографии, сделанные в этом арт-парке. Делитесь этим видео с друзьями и хороших вам путешествий. Субтитры сделал DimaTorzok